В этом была возможность его спокойно списать. Главный совет, который я вам могу дать на подготовку к экзамену, не доставайте вторую ручку. Всем привет, друзья! На связи с Лай, и я уверен, что многим моим подписчикам и подписчицам уже совсем скоро придется сдавать главный государственный экзамен, ЕГЭ или ОГЭ. И вместе с этим, прямо сейчас я бы хотел поделиться своей личной историей прошлого года о том, как я списал ЕГЭ, и вместе с этим, сдал его на невероятно хороший балл, абсолютно не готовясь. Усаживайтесь поудобнее, уверен, сам данный видеоролик и данная история будут для вас полезны хотя бы просто, чтобы расслабиться и хорошо написать данный экзамен. Так что ставьте лайк, наливайте сладенький чай и погнали к просмотру! Давайте начнем наш обзор! А три подписчика, оставивших лайк и комментарий под этим роликом, получат лицензию Майнкрафта. А по весеннему промокоду SLAY в описании тебя ждут очень классные скидки на вимеры и лицензии. Итак, друзья, вот и началась волна экзаменов в России и многих странах СНГ. И прямо сейчас я бы хотел поделиться с вами своей личной историей о том, как я сдавал ЕГЭ в своем городе после окончания 11 класса. Уверен, данная история будет крайне полезна, как моим постоянным зрителям, так и спонтанно зашедшим на данный ролик ученикам, которые прямо сейчас, либо же готовятся, либо же уже прямо сейчас бегут буквально вместе с своим классом сдавать данный экзамен, на который они опаздывают. Надеюсь, вам хватит времени его посмотреть и прямо сейчас-таки узнать, как можно списать на данном экзамене, как это сделал лично я, ну и вместе с этим, как абсолютно спокойно написать данный экзамен, абсолютно не напрягаясь, на хорошие баллы. Надеюсь, вам это будет полезно, так что усаживайтесь поудобнее, ну а я, тем временем, сразу же приступлю к нашему повествованию. Сдавал я 4 предмета, и согласно табелю, в котором вы ранее должны были расписаться, это были предметы под названием математика-профиль, физика, химия и вместе с этим русский. Обязательно, им из них были только математика с русским, и можно было выбрать как профиль, так и базу. Причем стоит отметить то, что не все ученики знают, но можно написать сначала профиль, и если вы его не сдадите или сдадите плохо, потом уже переписать в резервный день данный экзамен в виде базовой математики, и все равно куда-то поступить, при этом вообще без каких-либо проблем. Собственно, зная данную уловку, я также выделил, естественно, и базу, но мне потом сказали то, что, собственно, расписываться там не обязательно, вас все равно из школы не выпустят в любом случае, пока вы не напишите эту математику хотя бы на базовом уровне на нормальный балл. Именно поэтому, собственно, расслабившись ко дню сдачи данного экзамена, я сдавал в итоге 4 предмета, и прямо сейчас расскажу вам о сдаче основных из них, а именно русского и математики, которые, вполне вероятно, вам придется сдавать либо же уже буквально на днях, либо же через пару лет, но в любом случае вы через них пройдете. А возможно, данный опыт еще и позволит вам списать другие экзамены. Так что давайте все-таки начнем. Сам день сдачи начал вся у меня довольно спокойно, я, как всегда, проснулся примерно в 5 часов утра, именно в это время я обычно вставал на учебу. Ну и, собственно, изначально сразу же предупрежу вас, то, что вам лучше все-таки будет встать несколько заранее, потому что авось да появятся какие-то результаты в интернете, да и просто-напросто к утру, скорее всего, что-то ваши одноклассники да подготовят. Собственно, мои на тот момент уже накидали мне кучу различных вариантов, которые нужно было распечатать. И изначально, естественно, как и многие другие люди, которые сдают данный экзамен, все мои одноклассники, да и я сам, естественно, волновался. Хотя результат моей жизни от этого экзамена никак бы не изменился. Да и у вас, скорее всего, тоже. Просто серьезно, некоторые из нас считают, что ЕГЭ прямо-таки изменит вашу жизнь полностью кардинально, хотя по факту это не так. Об этом расскажу, наверное, немного позже, так что не будем на этом особо заострять внимание. И прямо сейчас вернемся к тому, что на момент, собственно, сбора в школе, а собирались мы именно в школе перед тем, как пойти у нас уже на место проведения ЕГЭ, у меня вместе с тобой было порядка 20 листов А4, полностью распечатанных просто у нас до краев различным текстом, начиная от различных формул по математике в день сдачи математики, и заканчивая просто словарными словами и различными, собственно, правилами русского языка, наподобие ЖШИ пиши с буквой И, для тех одаренных, которые таки могут их забыть во время экзамена. Ну и по факту, на самом деле, это будет не лишним, если вы распишите наиболее полезные для вас правила, согласно как раз-таки вашему экзамену, который вы будете сдавать. То есть там у нас были и формулы различных логарифмов, и просто какие-то формулы сокращения, поскольку именно от них, возможно, и будет зависеть ваша оценка, и хоть немного, но и иметь их, например, в ботинке, было бы довольно приятно. Просто чтобы успокоить себя, и даже если вы их и будете и так помнить, пусть они у вас будут все-таки в ботинке. Именно по этой причине, собственно, все те формулы, которые я распечатал, меня просили такие буквально на разрыв, и даже, помню, что кому-то не хватило. Не хватило той формулы, которую он как бы попросил распечатать заранее. Просто кто-то забрал, собственно, и я потом не узнал, кто отдал в итоге свое. Конечно, для меня экзамен был не настолько критичен, он мне был абсолютно по боку, но, впрочем, я его написал на невероятно хороший балл, и вместе с этим я лично сам удивился то, что абсолютно не готовясь, можно было написать его настолько хорошо, при этом была возможность его спокойно списать, и вместе с этим сейчас, собственно, именно ради этого и создаю эту историю. И вот, собственно, с утра мы собрались уже в школе, там нам было необходимо отметиться у классного руководителя, руководителя, и тех людей, которые нас вели таки. Не всегда это был классный руководитель. Собственно, вас мог везти кто угодно, просто из школы любой учитель, или, возможно, даже директор собирает вас, и ведет таки вас у нас как раз таки в здание сдачи экзамена. ЕГЭ по умолчанию сдается не в своей школе, поэтому, собственно, перед сдачей данного экзамена нас уже вводили на пробное ЕГЭ в эту школу, и мы в целом были знакомы с самим заведением, знали, где там туалет, гардероб, и вместе с этим, как подняться, куда идти, где будет стоять детектор, и в целом можно было, естественно, понять то, что сдавать будет несложно, мы уже все это прошли, заранее написали пробное ЕГЭ, опять-таки писать его можно было как угодно, но он вроде никак не влияет, и... там вы просто готовились, готовились к тому, чтобы полноценно его написать. На пробники можно было пронести все, что угодно. Металлодетектор у нас половину времени вообще не работал, то есть половина людей прошла спокойно, потом они заметили то, что, мол, ой, он уже не работает и не включен в розетку. В общем, остальным не повезло просто. По случайности, собственно, кто был наиболее смелый и прошел первый, он прошел спокойно с чем угодно. И по факту, собственно, на основном ЕГЭ было ровно то же самое, за исключением не работающего этого детектора. Учитывая, что мы в целом уже знали, что делать, то никто особо так не запоминался, не терялся. С собой можно было принести исключительно шоколадку, воду и вместе с этим свой паспорт. Документ надо принести без обложки и пронести в нем, в теории, можно какую-нибудь страницу, которую вы вклеите туда внутрь, скажем, с какими-нибудь формулами. И даже в теории, если вам поведет с рассадкой, то вы можете посмотреть такие какие-то ответы в своем паспорте. Что я вам бы не советовал делать, поскольку сделать это гораздо проще другими способами, о которых я расскажу буквально через минуту. И вот, собственно, после того, как мы сдали все вещи в гардероб, ненужные нам, естественно, те шпаргалки, которые были до этого спрятаны в ботинке, они были нужны абсолютно всем. И кто хотел их, мог принести спокойно через этот детектор. Детектор работает только на металл и только на различные антенны и радиоприемники, которые меняют магнитное поле данного как раз-таки детектора. Поэтому, если вы хотите принести что-то с антенной, я вам посоветую просто-напросто класть это в босинок. Судя по опыту пробника, там можно принести все, что угодно. Поскольку почему-то в нашей стране экономят на этих детекторах и, собственно, работают они как рамка исключительно сверху. Почему-то главная точка, где он точно все проверяет, это именно район вашей груди. То есть, если вы несете что-то на уровне груди, вам, естественно, не получится ничего принести. Но если вы это положите себе в ботинок, приклеите на ногу или еще куда-нибудь, то есть вероятность, что вы это сделаете. И, собственно, учителя увидеть у вас этот телефон на ноге просто удивятся и скажут вам «Снимай его и иди снова!» Ты спокойно снимаешь этот телефон. Да, не получилось, но ты можешь спокойно пройти еще раз и еще раз, пока учителям не надоест тебе натаскать все-таки обратно и пока они не прослезят, чтобы ты прошел точно без этого телефона. Собственно, именно таким образом у нас в итоге пронесли, по-моему, порядка четырех телефонов, два из которых, так сказать, прошли этот детектор, но не прошли испытания ногой. И вот, знаете, я никогда не думал то, что телефоны кто-то будет тестировать своей ногой. Но, как итог, некоторые такие очень умные люди все-таки додумались положить его в подошву и, естественно, наступить. Не знаю, смутил ли их при этом треск в этот момент. Ну, в общем, спокойно они принесли свои телефоны. Правда, они после этого не включились, но в итоге у нас там в туалете лежали два телефона на первом экзамене. Не помню, как издавали первым, собственно, русская тематика. Просто факт был факт. То, что у нас на подоконнике лежало два телефона абсолютно неработоспособных. Потому что, ну, кому они нужны, когда они с сломанным экраном? Носили, собственно, дешевые Nokia или iPhone 5, по-моему, или 5S, которые в целом стоили в пределах 10 тысяч рублей. И которые в теории было не жалко потерять, в случае чего. Ведь сломать телефон тысяч за пять как-то немного проще, нежели, чем сломать телефон тысяч за 30. И потом понимать то, что ты реально разломал настоящий телефон, которым пользовался после этого полгода или, я не знаю, реально работал у него два месяца. Вот. Вместе с этим, собственно, у нас принесли всего 4 телефона. И два из них оказались рабочими. То есть, это был первый у нас экзамен. Какой-то из них. И вместе с этим у нас уже там было два телефона. Поэтому, собственно, на момент сдачи экзамена можно было спокойно выйти и с вероятностью процентов 10 встретить в туалете у себя такие собрата по-разному, которые можете подсказать такие ответы из гугла. В самом гугле не было сливов данных экзаменов. Собственно, их гугли и их искали. Возможно, они были в каких-то группах, но по факту все группы, которые продавали ответы, продавали неправильные ответы. То есть, те сливы, которые были, они зачастую не оправдали себя. И в отличие от того же самого ОГЭ, где сливы были реальными, где реально слили, блин, таки абсолютно все эти варианты заранее можно было их решить. Здесь никто ничего нормального не сливал. Точнее, сливали, но сливали на другие регионы и я бы не играл в эту рулетку, я бы подготовился хотя бы немного. Хотя лично я на подготовку забил. И сейчас вам об этом уже, наверное, поведаю. Так вот, собственно, экзамен начинается. Мы уже пришли в здание экзамена, прошли через детекторы, поднялись на второй этаж и именно там, собственно, я и сдавал свой экзамен вместе со своими друзьями, одноклассниками или просто со параллельцами, которые учились тоже в моей параллели и из моей школы, и из другой школы. Собственно, школы миксуют и вместе с этим стараются как-то все-таки вас перемешать так, чтобы вы не сидели со своими друзьями и знакомыми и чтобы у вас не было возможности договориться, там, я не знаю, что-нибудь скатать. Главный совет, который я вам могу дать на подготовку к экзамену, не доставайте вторую ручку. Если вы парень, кладите ее себе в грудной карман, либо передней, либо внутренней, собственно, но главное, чтобы данная гелевая ручка у вас была. По, собственно, правилам экзамена вы можете принести две гелевые ручки. Именно одну из них вам стоит взять с собой, а вторую положите в карман, потому что в случае чего вы сможете на экзамене ее достать и воспользоваться. однако в туалете она вам потом понадобится просто невероятнейшим образом, поскольку там вы таки возможно захотите что-то записать, что-то порешать или вообще-таки указать на своей руке. Но в руке можно что-то записать, никто за этим не посмотрит и если вы знаете, где находятся камеры, вы можете спокойно с этим пройти. Я бы на вашем месте, конечно, не рисковал, но на пробнике это работало и никто мне ничего не сказал. Хотя вроде как они должны были следить и, не знаю, попросить помыть руки. Вот, собственно, вместе с этим можно было спокойно все это сделать. Я ничего такого не делал, поскольку за это вас дисквалифицируют с экзамена. Ну и вместе с этим, собственно, я довольно спокойно просто-напросто сел себя уже в кабинете и начал готовиться к самому экзамену. В этот момент я таки подумал о реально очень хорошей возможности взять и договориться со своими соседями по классам, взять и зайти в туалет, скажем, ровно в 11 часов. Потому что экзамен начинался вроде как в 10, и у вас была возможность, скажем, ровно в 11, через час после начала экзамена обменяться ответами. Именно на это мы, собственно, и сошлись. Договорились в несколько волн, собственно, туда прийти. И как итог, примерно в одно время, в итоге, ориентируясь по часам, которые вам желательно носить свои, поскольку со своими часами у вас будет больше вероятности попасть в нужное время, а основные часы в кабинетах могут быть неправильными. То есть экзаменатором по факту очень даже важно, чтобы эти часы были неправильными, чтобы вы по этому времени не состыковались. Поэтому берите свои часы, их можно одеть, вам никто не запрещает носить наручные часы. Главное, самые обычные, чтобы они показывали время, и чтобы, в принципе, вы могли, собственно, по ним ориентироваться. Причем на этих часах вы можете даже пару цифр, в принципе, вынести из туалета, если они вам будут нужны. Ну, это так, просто к слову. Переводите стрелочку, и получаете пару ответов, которые вы, возможно, не запомните. Причем можно там буквально 2 секунды все указать, и эти часы потом не включать. То есть у вас получится трехзначное число буквально на своих часах. И так вот, собственно, выйдя в туалет в необходимое время, у нас была возможность взять и, во-первых, состыковаться с теми записками, которые перед этим, перед началом экзамена у нас уже рассували во все доступные щели, а народ проносил их в большом количестве, каждый готовил какие-то свои, и, как итог, конечно же, в туалете они оставались в очень большом объеме. Можно было положить их в какие-нибудь щели или просто в корзину, и, как итог, конечно же, потом посмотреть. Ну, а вместе с этим, естественно, также была возможность в это время взять и пообщаться с другими, собственно, заключенными, которые могли вам подсказать в этом же туалете из соседних аудиторий ответы на их варианты. Причем, варианты зачастую в аудиториях именно в одном учебном заведении они одинаковые. Поэтому, скажем, в соседней аудитории кто-либо может писать именно ваш вариант и выйти именно в то самое время, когда вы с ним договоритесь. И за счет этого, естественно, у вас получится как раз-таки взять и вместе с ним провериться, так сказать, проверить какие-то задания или просто спросить, как его решать. Ну, и, естественно, написать экзамен лучше. Такая возможность была. Она была у абсолютно всех, кто писал. и, естественно, на самом деле мог воспользоваться абсолютно любой. В туалет экзаменаторы заходили, но заходили исключительно в случаях, если кто-то там задерживался минут на 10. Поэтому, если вы там не задерживаетесь надолго, то за вами вряд ли выйдут и, скорее всего, у вас будет возможность спокойно что-либо сделать. По поводу выхода в туалет хотелось бы сказать, что выходить можно неограниченное число раз. То есть, вы можете выйти хоть пять раз. Главное, просто не задерживайтесь, поскольку при этом вы будете задерживать других людей, а кому-то реально может захотеться в туалет. И он в итоге будет терпеть минут 10, пока вы вернетесь. Потому что, ну, это реально очень неправильно. Лучше все-таки, если вы ходите, входите на пару минут, делайте, что нужно и возвращаетесь. Не надо там засиживаться, это просто общественно неправильно. Не со стороны экзамена, а со стороны других учреников, которым тоже надо выйти и что-нибудь сделать там. И продолжая опять-таки тему с туалетом, там-таки за счет вами ранее запасенной ручки вы можете спокойно на стене где-нибудь очень мелким шрифтом, чтобы потом можно было оттереть, написать свои ответы для своих знакомых. То есть, реально договоритесь, либо в кабинке, либо еще где-то и спокойно, да, портия имущество немного, написать ответы, поскольку от этого реально зависит ваш балл. Да, вы можете реально кому-то спасти жизнь, собственно, и ничего плохого я в этом не вижу. Так что, можете оставить там спокойно, собственно, пару подсказок, и я думаю, вас никто за это не покарает. Проверить, была ваша ручка или не ваша, очень сложно, да и по факту никто этим не будет заниматься. Главное, при экзаменаторах это не пишите, поскольку это будет странно, потому что им это точно не нужно, потому что единственное, кому это нужно, это именно самим ученикам. Вот, теперь вернемся у нас к экзамену по-русскому. Его мы писали уже, насколько я помню, в другом учебном заведении и вместе с этим уже на другом этаже. Это был третий этаж и на нем по какому-то странному стечению обстоятельств, именно на самом этаже, не в кабинетах, а именно на этаже, не было камер. Я не знаю почему, то ли там не было розеток, то ли там архитектура не позволяла записывать, но вот по факту из-за каких-то изгибов потолка почему-то камер там не было. И, собственно, никто не знал по этим камерам зашли бы в туалет или нет. Этого не было видно и можно было спокойно потом, собственно, взять и уйти из туалета, а перед этим еще и списать пульку перед экзаменаторами и никто вам ничего потом не доказал бы. Так вот, собственно, выходя уже на русском языке, опять-таки, вместе с той же самой подготовкой, уже с распечаткой бланков, описал я экзамены в 18-м году, год назад, там распечатали бланки и, собственно, какие-либо результаты заранее получить было нельзя по данным экзаменам. То есть, они реально распечатывались при вас и данные задания вы узнавали вот прям-таки секунда в секунду со всем миром. Узнать их заранее было нельзя. Вот. Собственно, на русском уже списать было гораздо сложнее. В интернете этих заданий зачастую не было. То есть, там были аналогичные, но вот, в отличие от математики, там не было подобных решений. То есть, по факту, они были другими и списать его было сложнее. Однако, вместе с этим у нас вообще весь туалет был утыкан шпорами просто по самой «не балуйся». Там можно было уточнить все, что угодно, начиная от рецепта борща и заканчивая таки ответами на последнее десятое задание. За счет которого, собственно, можно было спокойно получить реально хороший балл. И при этом о данных шпорах знали только те, кто их прятал. То есть, кто их не прятал, они, в принципе, бы их не нашли. Найти их можно было спокойно все уточнить и при этом вернувшись в класс естественно все хорошо написать. Но наиболее интересным моментом в написании моего экзамена стало то, что в туалете появился экзаменатор. И да, знаете, очко немного сужается, когда вы видите человека, который реально может вас запалить. Я, конечно, ничего не катал, я по фану писал эти экзамены, но при этом, естественно, это было интересно. И так вот, данный экзаменатор мог вполне себе помочь уточнить вам, скажем, автора какого-нибудь произведения наподобие Муму. Ну и при этом можно было спросить, а был ли это Тургенев или, возможно, Зеленский. Само собой, это был Тургенев и вместе с этим, если у вас будет такая возможность, то в теории экзаменаторам нет смысла вас топить. То есть, единственное желание экзаменатора это именно взять и таки вместе с этим просто не дать вам списать при них. Они не хотят сесть, поскольку за это, естественно, предусматривается ответственность. И поэтому, собственно, все, что я рассказываю сейчас, это все сказка и выдумка. Да, такого не было, это все шутка. Вот, собственно, у экзаменатора можно было все уточнить. Уточнить, опять-таки, какие-нибудь небольшие факты, но при этом, скорее всего, точно не узнать пересказ какого-нибудь романа в подробностях, поскольку, само собой, экзаменаторам нет смысла подставляться и, я не знаю, за вас сочинение придумывать. Это ваша задача и они максимум могут вам немножечко помочь, там, не знаю, что-нибудь уточнить или сказать, как пишется троллейбус. То есть, это можно было сделать и, впрочем, просто пообщаться по душам, что, естественно, опять-таки, так же неправильно, как, собственно, и задерживаться в туалете на 10 минут. И так вот, после этого, со спокойной душой уже можно было вернуться обратно к себе в класс и в классе спокойно уже дописать те варианты ответа, которые вы смогли узнать либо же просто вспомнили, а бывало у меня лично такое, то, что я реально вспоминал во время проходки по коридору. Ну, раз уж я отпросился, я, естественно, доходил у нас до туалета и уже там что-то еще уточнял. Зачастую забываю то, что я до этого вспомнил. Вот. И, возвращаясь на экзамен, в итоге я за два часа написал русский. Это была первая часть, абсолютно практически полная. И вместе с этим сочинение. Всего за русский язык в итоге я без какой-либо подготовки готовился к нему я в итоге исключительно только на уроках опять-таки и русского литературы. Ну, вместе с этим, возможно, часов пять дома готовил опять-таки те самые шпоры, которые я распечатывал. Ну, и, естественно, их заодно повторив. Собственно, потратил на русский, я думаю, часов в таки пять, наверное, всего у нас в совокупности на дополнительные занятия, чтобы его подготовить более полно. И единственное, что вам может помочь, собственно, при написании русского языка, это знание кратких содержаний, которые вы также наверняка распечатаете или распишите потом от руки еще более мелким шрифтом. Хотя лучше печатать, поскольку при этом доказать то, что это ваша шпаргалка, будет гораздо сложнее. Поскольку принтер, он и в Африке принтер, а вот ваш почерк, он вполне себе отличим от других. Поэтому лучше, конечно же, все это печатать и желательно хоть как-то, наверное, все-таки предусматривать последствия того, что вы что-то пронесли на участок, где вы пишете ЕГЭ. И так вот, собственно, русский написал на 69 баллов, без какой-либо нормальной подготовки, а математику написал абсолютно, без второй части, всего лишь за один час, я поставил себе небольшой квест, типа, смогу ли я за час написать нормальную математику, написал профиль на 54 балла, это на самом деле очень хороший результат, поскольку он, по-моему, в первой части всего было 60 баллов, в первой части именно, а остальные можно было получить только во второй. Во вторую я не лез, не пытался, во второй было два задания по варианту угадайки, типа, подбери число, и по факту в профиле очень много таких заданий, что в первой, что во второй части, если вы не знаете формулу, вы в принципе логически можете додуматься до ответа и в итоге от этого ответа уже отталкиваться и правильно все решить, правильно все расписать. Мне было лень это делать, в классе я это делал сто раз, и, собственно, я знал, что я могу это сделать, если просто пресижу еще часа полтора. Мне не были важны результаты ЕГЭ, и как итог, я спокойно через час после экзамена, по-моему, в один с лишним, покинул такие участки экзаменации, меня спросили, типа, было сложно, я сказал, конечно, и, собственно, узнал, что почти что все, кто писали у нас базовую математику, а я писал профиль исключительно из принципа, написали ее на примерно 90-100 баллов. То есть, по факту, абсолютно все, кто писал базу, они ее сдали просто на очень высокие баллы. И если бы я сдавал сам базовую математику, я бы тоже сдал ее на соточку. Но, знаете, романтика ЕГЭ такие в тесте своих способностей на этом теряется. И поэтому, собственно, я мог бы получить эту соточку в свой тестат, но, как по мне, было гораздо интереснее узнать именно профильный результат, который мне был по-настоящему интересен и который в итоге остался на уровне 54 баллов. Мне их, в принципе, хватало для поступления в абсолютно любой вуз, который принимал математику и русский. Поэтому, по факту, если вы нормально учились, не забивали на математику во втором классе, а на русский, скажем, в классе седьмом, то напишите оба этих экзамена очень даже хорошо. Главное, уметь говорить по-русски, что вы, в принципе, практикуете каждый день, слушая какую-либо речь, и вместе с этим, опять-таки, уметь считать цифры. Потому что, если вы не умеете считать цифры и, скажем, забили на это во втором классе, то, естественно, вы ничего не сдадите. Даже ту же самую базу. Я видел людей, которые в начале года такие, буквально с уровня второго класса поднимали математику. Это крайне удивительно, потому что, кажется, что в 18 лет все-таки надо уметь уже считать. Но бывают такие люди, собственно. И даже они смогли написать математику на 70 баллов. Так что, я думаю, что вам бояться абсолютно ничего не стоит. Данный ролик, я надеюсь, вам очень сильно поможет в сдаче ЕГЭ. И вместе с этим, конечно же, станет вашим путеводителем, потому как, собственно, можно его списать в российских реалиях буквально без каких-либо проблем. Главное, не создавайте данных проблем экзаменаторам, не подставляя их, поскольку они реально могут за это сесть. Ну и вместе с этим, само собой, опять-таки, не мешая никому из тех, кто пишет вместе с вами данный экзамен, и все же старайтесь хотя бы немного помогать другим людям для того, чтобы все вы вместе, в итоге в совокупности, написали его по-настоящему хорошо. Поскольку с этими людьми вам еще общаться, и вот результат ваших одноклассников, как по мне, еще сыграет в вашей жизни какую-то роль. А, собственно, другие люди из других школ и из других регионов, мне кажется, должны быть абсолютно по боку. Если у вас есть возможность что-либо немножко списать или посмотреть, то делайте это, почему бы и нет. Если система позволяет это делать, то этим стоит пользоваться, пока такая возможность есть. И пока, собственно, сигнал в туалетах еще не глушит глушилками, и вы можете спокойно зайти в интернет, принести телефон через нижнюю часть таки вашего металлодетектора, я вам советую это делать. Главное, не хладите телефон в подошву, и вместе с этим не волнуйтесь, поскольку в любом случае у вас еще будет возможность и пересдать ЕГЭ, и в случае чего, если что, вот прям дам вам, знаете, дополнительный повод не беспокоиться. В ЕГЭ есть запасные дни, резервные, и в случае, если у вас прямо все очень плохо, и вам попался невероятно сложный вариант, вы можете сказать, что вам невероятно плохо, у вас там не менее всех ваших конечностей, и вы просто теряете сознание, вас увезут на скорой, и через несколько дней вы напишите ЕГЭ вновь, уже в новых условиях, с новым вариантом, в резервный день. Главное, чтобы этот резервный день был, уточните заранее, чтобы, опять-таки, проводя данный экстренный вариант, такие, эвакуации с этого экзамена, все-таки у вас была надежда, что вы делаете это не зря, и в итоге не отправитесь чистить сортиры в армейке еще один год, для того, чтобы потом все это пересдать. Ну, а сейчас я просто желаю вам удачи на этом экзамене, будь он в этом году, или, скажем, через год. Надеюсь, что вы пересмотрите данное видео, когда будете его сдавать, и еще раз успокоитесь, поскольку, по факту, все вы, кто готовились к этим экзаменам, хотя бы немного, сдадите их на приемлемые баллы, и если хотели куда-то поступить, то обязательно туда поступите, будь это бюджет, или все-таки платное место, поскольку, по факту, абсолютно все данные места крайне доступны, если опять-таки захотеть их получить, и при этом, само собой, хорошо написать данный экзамен, пользуясь и советами из этого ролика, и пользуясь своими знаниями, которые получили за 11 лет жизни. Это не сложно, и если у вас будет такая возможность, то все-таки, постарайтесь таки воспользоваться, всеми доступными методами, чтобы сдать его хорошо. Буду надеяться, то что данный видеоролик с этими советами, будет вам полезен, поскольку, насколько я заметил, очень многие, кто сдавали ЕГЭ, почему-то не рассказывают о данных ситуациях, хотя я думаю, что они были у абсолютно каждого, и вполне вероятно, некоторые просто боятся, что за это может, как-то все-таки, измениться их жизнь, и при этом, конечно же, их поступление в ВУЗ, в итоге, может аннулироваться. Так вот, собственно, ребята, распространяйте данное видео, надеюсь, оно было для вас полезно, пишите экзамены только на наилучшие отметки, ну а если вы пишете ОГЭ, то просто-напросто смотрите ответы на ОГЭ перед самим экзаменом, и буквально за пару часов до начала экзамена, находите все необходимые варианты. Главное, верьте им, поскольку, как казалось, его точно сливают, и его сливают и в прошлом году, и в позапрошлом, и вот все эти годы, когда я, собственно, общался с девятиклассниками, у абсолютно всех его сливали. Что и у меня, что и у других, я видел одинаковые ответы, и на самом деле, варианты были верными. В ЕГЭ такого нет, но надеюсь, что оно, наверное, все-таки к лучшему, чтобы у вас были хорошие отметки. Всем хорошего настроения, ребята, подписывайтесь на канал, ну и чтобы, опять-таки, сдать хорошо ЕГЭ, обязательно сейчас нажмите на кнопочку подписки, колокольчика и лайка, поскольку я очень для вас старался, и надеюсь, что все же буду для вас полезен. Всем хорошего настроения, всем удачи на экзаменах, и всем пока, до скорых встреч!